здравствуйте друзья дело в том что сегодня у меня более-менее свободный день вот я его чем-то заполнить начал чистить компьютер много-много того чего никому не интересно и вот дошел до этой папки вот она видеть что здесь делать это все память конечно все это останется надо ли это другим я когда-то высказал к работе шубы которая никогда не уложится мозгах крупных чиновников то есть я сказал пока так показывал доказывал своих фильмах однажды люди должны проснуться этого саду жители мегаполисов вас которые однажды могут прекратить свое существование причин этого много и оказаться на улице привелось в мысли мегапольная мысль заключалась в том что однажды вся страна проснется и оказывается каждый человек каждый полноценный человек который может что-то делать плюс член его семьи каждый вид по гектару земли идея не новая вот где-то люди давали землю где-то люди выбивали землю вот но это все еще мало тысячи заброшенных деревень проблемных дорогами и все-таки однажды если человек проснется и подумает господи вот пришла официальная бумага и не спрашивая его а там написано государственная регистрация и нужно всего лишь взять и подтвердить что ты согласен эту землю взять и человек хватает такси автомобиль садится на автобус едет искать свой гектар который ничего не знает и во многих случаях он заболеет потому что все что дается даром потом не отнимешь уже даже с автоматом Калашникова попробуй отнять все моего для чего это надо получится худобедная часть людей все-таки огородит этот гектар если себе от 3 человек 3 гектара земли полно она зарастает лесом потеряет свои переходственные значения написано земля с переходственного значения вот а там растут как у меня уже шести семи метровые сосны густо густо вот там где земля это из-за того из-за пассивности чиновников по бою надо там где давали землю где там на нами москва не отдадим умирали наши а сейчас уморем ну не отдадим землю людям которые якобы заметьте слово якобы являются хозяевами страны и тогда миллионы людей детей сейчас вам покажу окажутся не в мегаполисах а там где они должны жить давайте полистаем это еще не все фотографии не раскидывали по разным папкам вот в итоге Железова что здесь делает мой ребенок мне помогает да всегда можно найти работу даже для такого борца вот вот пожалуйста скажите что она будет решена возможность служить в каком двадцатипятиэтажем доме в болючем городе что она несчастная это это внучка это внук вот так вот с этого возраста четыре года ему было вот посреди зимы я сказал что решается твоя судьба будет мужчина или нет и этот ребенок ударились мы начали в это парной туре парной потом он здесь сел на заливок обнял меня руками как рюкзак на меня сидел и я с ним залез в воду и завернул с головой вот так вот тоже с головой потом что по вилку ну что говорю мне понравилось потом так же системы не было приходили на речку на озеро раздевались купались вот это еще один внук вот ну скажите сколько в стране у нас детей которые едят фрукты где нет и одного берега раба яда даже просто удобрение которое где-то когда переборщик тоже является ядом ну сколько таких ну что глупите хотели вообще лужников надо оболаживать не оболаживать оздоравливать у нас здесь живем вот правильно если даже у чиновников крупных жарут когда едят чистые фрукты едят а когда едят отравленные с юга 40 обработок за одно тогда получается что крут крут это вы крестные дети дети я и крестный отец вот дети которые никогда не сказали слово папа я для них нет но теперь это моя больно всю жизнь одевать обывать вот вот с таким выражением как у моего сеньки они должны прожить всю жизнь удивляюсь какая это прекрасная жизнь если ее мы обеспечим этим детям сейчас смеяться будет работать надо пила это мы персик укутываем учебность и маргелова вот на этой фотографии это обобщенный образ было тысячи садоводов десятки я не оговорился десятки выдающихся они как день прошли мимо науки наука прошла мимо них а потом однажды так сказать очень полезные члены нашего общества взяли скидывались я скидывался вот и была сделана вот эта скульптура обобщенный образ садовода представляет тысячи тысячи мужчин и женщин потому что садоводский феномен больше никогда не повторится и не повторится и не повторится и но остался только в памяти причем если бы я не говорил даже этого бы никто не знал что позади огромнейший успех который был произведен вот и уничтожен советами бывалых садоводов садоводов 20 века деревья неправильные орех упадет на время тяжелое надо детей учить всему и садоводов садов садовод садоводов и садоводов температура воды плюс 6 и все никогда не нагревается видите, почему не гриб, вот это груша, да, почему они не гниют вот, никто практически не знает, что груша самая слабая корневая швейка главная причина, почему их нет в России ну вторая причина, знаете, они якобы неправильные их надо резать, резать, резать половину веток вот если вот это вот отдать этим атакам вот, да им уже наследия бы не было опять я длёг себя, что у детей должен воспитание в тайге это воспитание в тайге видите, как я учу ребёнка я дошёл в Сибирку вот а вот это я детям разрешал платил, чтобы они ходили в засадик а потом сказал это несчастнейшие животные вот, вот это вот несчастнейшие они должны жить на воле они должны радоваться они должны любить жизнь в клетке когда-то должна будет внушить детям омерзение чтобы они никогда не держали животные в клетке вот этому я их учу наследие это выход идёт первой в жизни садить саженец видели? это он позирует посадка по железу дёрн неприкосновен вот так надо учить детей вот тогда только будут сады ну и обязательно обрезка при посадке тут резать надо иначе бесколеченные корни не выкормят растения никогда кто об этом знает тысячи знают миллионы не знают садят огромные деревья с бесколечными корнями большинство из них умирает сразу или в течение года и ничего вот сейчас один тут сходил а это никого нет это про детей не буду а то немножко это другой раз расскажу доеду завтра на лебедаре вот это обрезка при посадке кстати прекрасно растёт он развивается когда раз проходил говорю ты может ты забыл что это твое дерево вот так подвязывает вот 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 метелли вот вот Ирина Александровна Савельевича называют дочкой, вот, и бабу Тебоши тоже называют дочкой, вот так должны жить дети. Первый раз взял, со страхом я это все делал, до 7 лет он хотя бы символически косит, чтобы привыкал к работе. Он просит всегда сам, умоляет, пока умоляет, вырастет, посмотрим. А это я учил, как это чудо может быть, что вода оттуда выливается, она не должна выливаться. Вот. А учил я, потому что этот принцип действует в деревьях. Поэтому деревья обрезать нельзя, центральный проводник обрезать нельзя, в идеале. Можно делать деревья приземистыми, но мы всегда расплачиваемся короткой жизнью. Вот. Даже урожай есть. Но никто не знает истинный урожай, когда калечим дерево. Тут нам начинает помогать, знаете, кто искалечил дерево, тут же на него ослаблены насекомые. Вот. И мы уже никогда не узнаем, сколько на самом деле нам могло бы дать урожай. Это, говорю, я человек, у которого отдельное деревье, что в свою жизнь дали сотни ветер абрикосов, груш, яблок. Да, примерно 130 лет. Сотни ветер, каждая. Ну, не каждая. Тоже, конечно. Верешин. Опять я отвлекся. Надо же про детей. А это заработок. Они у меня деньги зарабатывают. Вот. Вот нашлась фотография. Да ёлки-палки. Это же тот самый персик. Смотрите, как легко спутать. Абрикос бичурицкий. Были мелкие заварятные плоды. А когда я взвесил самый крупный плод, 47 грамм. Фотографии есть. Вот. Вот она фотография нашлась. Но я же должен про детей. Вот эти 100 граммовые плоды. Ну, куда фотографии делись? Ну, куда делись? Они в отдельной папке. Фух. Слава Богу, нашлись. Привет, малыш. Королевский абрикос. Лучшее дерево. Скоро угорёт. Я когда выкупал из этого участка, когда нём росли мои абрикосы, королевские три штуки. Одна уже умерла, потом умерла второе. Вот так изувечил. Ниже скелетные ветки отпилил. Вот. И теперь осталось одно. Это лучшее дерево. Знаете почему? Здесь нет рядом, не было мажорцев, некому было повлиять на их это, на это роскошное плоды. Ну, и опять. Сейчас про детей, про детей. Вот. Привет, Леночка. Вот она, моя дитя. Внучка моя. Валерия Железова. Прошу любить и жаловать. А почему такие бледные плоды? Это мы только на косточке. Только на косточке. Вот. Специально не трогаем на деревьях, ждём пока подпорчатся. Вот это и есть заготовка косточек. Ну, умеем отдыхать, видите. Не только дети у меня работают. В какой-то подвинутой стороне уже посмотрели бы, такой или раньше такие же фирмы я делал, схватились бы за голову, сказали, всё, немедленно забрать детей в это, вот, в детдом, в опеку. Потому что дети имеют право работать. Вот. Это они мастерят. Единственное в мире плоские аналикозы. Я всё это, жпел следующего урожая. Мне хочется повториться вот это, что-то плоское или нет? Или это случайно? Это самое, как бы сказать, отклонение от нормы. Ой. Чё, Сонька? Растёшь? Дорого ты мне обходишься с имитациями. Сейчас, Тимошка, если увидит эту фотографию, у него истерика будет. Он так стесняется на верёвке плавать. Я не стесняюсь. Вот плавает вода ледяная. Я сделал учебную фотографию. Ухарство здесь не вместо. Вот он сейчас выйдет. Я его отвяжу в верёвку, привяжу к себе и буду нырять. А он будет меня держать за верёвку. Поняли? Вот тогда очень маленький, болезнь ещё не стеснялся. Сейчас бесполезно. Вот. А это очень важно. Сколько детей потеряли? Хоть бы кто этим озаботился, чтобы все дети, заканчивая школу, ещё один мой совет, предупреждение, сильно берёшь его. Все дети, заканчивая школу до последнего. Вы видели, показывает, наша девочка, там, без рук, по-моему, в Америке, мировая рекордсменка, хоть и без рук, потому что у неё оказались приёмные родители, нормальные. В России не нашлось родителей. И она, без рук, чемпионка по плаванию. Так вот, на её примере, все дети, даже заканчивая школу, участь в школе, научиться плавать. Для этого бассейны должны быть, а не то, что один-два этих самых олигархах имеют бассейн с размерами олимпийского бассейна, но плавают там двоём-троём. Все дети должны. И тогда тысячи детей будут спасены от утопления. Это страшная вещь, это страшная трагедия. Я-то, ладно, страхуюсь. Почему? Потому что он ещё плохо плавает. У хочу, это учёба и игра, это учёба и игра. Учёба и игра. Чем больше растёт и деревья растут. вы поверите, что этого дерева три года, вот, а здесь четыре года, дерево, а знаете, почему я так четко, в 2015 году я купил участок у соседа, и в 2015 году я посадил эти деревья, а дальше легко возраст их определять. Колдовидное яблони, колдовидное яблони, что они там собираются, а, они собираются, это самое, сувенир Востока, это их заработок, да, достойный заработок. Заметьте, я сказал, собираем все подряд, дерево не берем, это на косточке, это святое, вот, кушать отдельно. Вот его заработок, это орех младжурский, вот, ну, а это минуты отдыха, называется, тоже дата, шашлык, оказывается, колбаса на костре, довольно вкусная, да, подтверждаю. Ну, долго, упорно учил его ставить блоки, вот, я всегда, кто первый ударил, тот проиграл, это мой принцип. А вот здесь мы купаемся, когда клуб боржей, тот день и работает, вот, видите, эти, сетка, это огорожен клуб, а вот, и вот эти столбы я к нему привязываю веревку, чтобы не унесло течением, мало ли, сердце-то все старше, это подлейшая вещь на свете. Учить вот это, девочек этому, дури несусветные, в лучшем случае одной из сотни поймете, о чем это. Так возьмите это одну из сотни, и отправьте ее в особый класс, для особо одаренных, а салют девочкам-то, нахрен не надо, все равно ничего не поймут. Если бы лучше бы учили их, вот, домоводству, учили бы их пеленать детей, чтобы отказаться от этих долбаных памперсов, которые превращают мальчиков в девочек, еще хуже, в ничто. Но это отдельный разговор. Памперсы – это проклятие всей планеты, особенно продвинутых стран, которые все равно погибнут. Памперсы – это искусственный перевод мальчиков в это, ворожерею, в растении. Это когда 20 мужчин, 30 стоит, один-два подонка, бьют лежачую женщину в живот, по голове пинают, а они проходят мимо. Их памперсы сделали ничтем. А что такое вернуть обратно понятие? Ну, пеленки, ну, грязные. Ну, сейчас же у всех машинки стиральные, что долго постирать? Вот. И вырастить настоящих мужчин. Вот я, по крайней мере, пытаюсь растить. Это тоже работа. Это учеба и игра. Просто я на этом закончу, потому что это бесконечное количество фотографий. Вы видите, как они улыбаются? Вы что думаете? Им это в тягость. В этом возрасте это действительно игра. И когда вырастут, они останутся нормальными и не будут шарахаться от земли. Вот. Вот. Какой-нибудь вот этот. Сенька, это мой этот самый. Компьютерный гений. Блогер, уже 700 человек у него подписчиков. Вот. И я все равно надеюсь, вырастет и к земле потянет. Вот на этом позвольте мне остановить запись. Я все сказал, что хотел на данный момент. Вот. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.